Господа, в случае, если вы не знали, комплименты это, пожалуй, самый сильный инструмент, который позволяет выстраивать отношения с другими людьми. И это очень хорошо работает с девушками. Правильный комплимент в подходящий момент может растопить любое сердце, даже если она на вас злится. Хорошо, перед тем, как мы перейдем к специфичным комплиментам. Давайте пройдемся по базовым правилам комплимента. Первое правило говорит так. Надо быть искренним, надо быть честным и настоящим. Не говорите неправду, это сразу видно. Комплимент надо говорить от сердца. Второе правило – не перебарщивайте. Не говорите человеку комплименты много раз на день. Это, пожалуй, уже слишком. Остепенитесь. Один комплимент в день или когда вы пересекаетесь, этого достаточно. И третье – убедитесь, что это подходящий момент. Потому что вам не надо говорить комплимент человеку, если вокруг еще много посторонних, чтобы человек начал смущаться. Надо подумать, подходящий ли это момент для комплимента. Первое – я научился у тебя очень многому. Что мне в этом нравится? Он платонический. Можно сказать любому. Главное, он говорит, что вы уважаете этого человека. Что вы его слушаете, вы научились у него многому – это сильное заявление. И мне кажется, его можно использовать в любой ситуации. Далее – ты замечательный друг. Что мне в нем нравится – он простой. Но как часто вы это говорите своим друзьям? Наверно, не так часто. Поэтому его можно использовать в различных ситуациях. Давайте добавим романтики, не могу поверить, что нашел человека, как ты. Я восхищаюсь каждый раз, когда тебя вижу. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я встречал раньше. С тобой мне интереснее всего проводить время. Время с тобой наполняет мой день. Знаешь, я по тебе скучаю еще до того, как ты ушла. Мне повезло быть рядом с тобой. Ты вдохновляешь меня быть лучше. Я становлюсь лучше, когда ты рядом. Все просто, детка. Ты делаешь меня счастливым. Что прикольного в этих комплиментах и почему они нравятся девушкам? Потому что они никак не связаны с их красотой. Они направлены на нее как на личность и на то, как она влияет на вас. Потому что отношения – это много всего. И как парни мы часто забываем, что женщины реально больше уходят в отношения в динамику. И когда они слышат от нас такие комплименты – это очень сильно. А как насчет комплиментов для тех, кого вы не очень хорошо знаете, но вы заинтересованы в этом человеке? Для многих парней такие комплименты говорить сложнее – из-за страха отказа. Но вот в чем прикол, я постараюсь упростить. Будьте искренни и улыбайтесь по-настоящему. Улыбка может снять защиту с любой женщины. И она откроется для вас, чтобы услышать, что вы ей скажете. Как и обещал, комплименты для человека, которого вы не знаете, но он вам нравится. Я испытываю к вам уважение. Знаешь, по твоей походке можно сказать, что ты собралась захватить весь мир. Знаешь, что мне в тебе нравится? Что ты не даешь себе поблажек. Твой наряд отлично сочетается с твоими глазами. Знаешь, когда я вижу твою улыбку, я не могу сдержать свою. Ты вообще осознаешь, насколько ты талантливая? Знаешь, ты настоящий бриллиант. Знаешь, что прекрасно? Ты. Даже когда плохая погода, ты великолепна. Знаешь, ты кусаешь себя за палец, когда думаешь, мне кажется это мило. Жду нашей встречи завтра. Хорошо, уверен, сейчас кто-то спрашивает, Антонио, как же насчет комплиментов о красоте? Но вот в чем суть, что комплименты насчет красоты могут восприниматься как нечто мелочное. Потому что она их слышит постоянно, особенно если она привлекательная женщина. Люди ей это говорят снова и снова. Поэтому вам необходимо выделиться и вызвать в ней такое ощущение, которое бы помогло ей почувствовать себя хорошо. Что вы принимаете ее такой, какая она есть. В комплиментах о красоте нет ничего плохого, но вам не надо говорить только их. А если делаете, то постарайтесь быть более точным. Как в том примере, когда она прикусила палец. Например, ты знаешь, что у тебя в веснушке на шее? Ты можешь заметить такие вот маленькие детали и преподнести это как комплимент. Это очень специфично, но снова повторю, избегайте обобщений. Итак, следующий сет комплиментов очень важен. Суть в том, что будучи в отношениях, мы перестаем делать комплименты. Поэтому записывайте себе в заметках и говорите комплименты своим близким. Ты просто невероятно красива и это на самом деле менее интересно из того, что в тебе есть. Ты осветила мою жизнь как никто другой. Я начинаю свой день с мыслями о тебе и заканчиваю его с тобой во сне. Я чувствую, что живу, когда рядом с тобой. Я доверяю тебе безоговорочно. Ты моя королева. В тебе есть все, что я когда-либо желал в женщине. Твои губы всегда хочется поцеловать. Ты выглядишь секси, когда злишься. Мне надо сказать, чем больше я тебя узнаю, тем сильнее влюбляюсь в тебя. Я никогда не знал, что значит быть мужчиной, пока не встретил тебя. Лучшая часть моего дня – это когда я просыпаюсь с тобой. Даже когда ты ворчишь, я тебя люблю. Я никогда не думал, что может быть так хорошо. Знаешь, ты делаешь мой путь проще. Ты для меня все. Тебе принадлежит все мое уважение и вся моя любовь. Спасибо, что показала мне, что я достоин лучших отношений в мире. С тобой я выиграл джекпот. Я никогда не думал, что возможно любить кого-то так сильно, как тебя. Ты единственная женщина, с кем я хочу провести остаток своих дней. Ты показала мне любовь, без которой я теперь не могу жить. А теперь комплименты, не прошедший отбор. Ты такая крутая, как парень, только в женском теле. Эм, не. Ты выглядишь хорошо издалека. Выглядишь хорошо для своих лет. В живую ты намного симпатичнее. Если бы я напился, я бы не отпустил тебя. Ты хорошо справляешься со своим весом. Какое видео смотреть дальше, как насчет тех вещей, которые женщины считают отвратительными. Наши вещи в гардеробе, которые им не нравятся. И это все равно, что стрелять себе в ногу. Особенно, когда вы идете на свидание и надеваете что-то из этого. Байдеробе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...